Вопрос, который мы с вами сегодня рассмотрим на библейском портале Экзогет, мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. Умер ли Адам в раю или почему он остался жить после изгнания из рая, хотя ему было сказано, что в день, в который он вкусит от древа познания добра и зла, именно в этот день он умрет. Здесь возникает как бы некое такое противоречие. И мы посмотрим книгу Батия, 2 глава с 15 по 17 стих. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Кстати, вот те, которые настаивают на том, что день – это только 24 часа, они очень серьезно ошибаются. Вот этот текст как раз нам показывает, что день не всегда обозначает 24 часа, потому что Адам проживет вне рая 930 лет. И возникает вопрос, а почему тогда Господь сказал, что в день, в который ты вкусишь от него, ты смертью умрешь. Если это 24 часа, тогда в Библии есть противоречие. Если это неопределенный промежуток времени, тогда в Библии нет противоречия. Рай – это Божье место, это Божий мир. А сказано в Писании, у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Поэтому, когда Адам, живя в Божьем мире, услышал эти слова, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. День Божий – тысяча лет. И Адам не дожил до окончания этого же дня 70 лет. Он умирает в 930. То есть в тот же самый день, когда и вкусил от этого древа. Есть очень красивый такой медраж, еврейское предание о том, что, когда Адам давал имена животным, Бог провел перед ним всех животных, а потом Господь ему показывал потомков Адама. Это такое предание, сказка. И Адам увидел всех своих потомков, и он увидел одного своего потомка, у которого была великая душа. Но он лежал перед Адамом, как умирающий младенец. Но сияние исходило каких-то духовных качеств от этого младенца. И Адам узнал от Бога, что этому младенцу, да, у него великие качества внутренние, но он проживет совсем немного и умрет. Тогда Адам сказал, что отдает 70 лет своей жизни этому младенцу. И этим младенцем оказался царь Давид, который прожил ровно 70 лет. По имени Господи царя Давида и всю крутость его. Таким образом, мы устанавливаем, что день, в котором Адам вкусил, это и день его смерти. Это то тысячелетие божественное, один день, как тысяча лет, которое было ему отпущено. И он даже пожертвовал 70 лет. Это очень красивая сказка, предание, миф. Кстати, мифы иногда говорят больше, чем исторические хроники или были исторические. Здесь скрытый духовный смысл, который надо понять. Он пожертвовал человеку, который стал великим псалмопевцем и воспевал имена Божия в своей чудесной псалтире наиболее совершенным образом. Таким образом, вкусив от древа, Адам и Ева, они не умерли в раю. Они жили после изгнания из рая, они прожили интересную жизнь, от них рождались сыны и дочери. Вот эта фраза там «рождали сыновей и дочерей», она повторяется несколько раз, потому что Писание называет только значимых первенцев по именам, не называя имена всех, которые происходили от наших благостных прародителей, праотца Адама и праматери Евы.